В Екатеринбурге Следственный комитет выясняет обстоятельства жуткой истории, которая начала выходить наружу сначала как домашний пожар, а обернулась домашним насилием наихудшей пробы, которая с точки зрения закона выглядит в точности как покушение на убийство. А виной всему, когда сплошь и рядом бывают алкоголь и наркотики. Под стражей сейчас сидит в следственном изоляторе 25-летний, ранее отсидевший за наркоту обвиняемый, а в нейрохирургическом отделении больницы его 22-летняя подруга, рискнувшая разделить с ним прелести его жизни. Для этого они даже сняли квартиру на Эльмаше. Именно туда, в бывшую двухэтажную общагу 1948 года выделки, на Шевскую-15 в последний зимний день пожарные помчались по вызову соседей, заметивших около полуночи дым, повалившие из жилища младых. По данным следствия, вечером 28 февраля обвиняемый, находясь в съемной квартире дома по улице Шевской в Екатеринбурге, после совместного распития спиртного со своей сожительницей, в ходе ссоры из личной неприязни избил ее, а также попытался задушить. Желая сокрыть следы совершенного преступления, злоумышленник попытался поджечь квартиру, опрокинув на пол включенную электрическую плиту. Из образовавшегося задымления соседи вызвали пожарных. Огнеборцы застали в задымленной комнате голую, избитую, всю в синяках, со следами человеческих укусов, девушку у которой, как позже выяснится, еще и сломаны были обе глазницы. Оказалось, что это последствия полуторачасового избиения ее дружком уже два месяца как сердечным, который вот только что в сентябре прошлого года отсидел срок за наркотики, да и то, похоже, что не весь раз, говорят, ходил в полицию отмечаться регулярно. Также регулярно, говорят злые языки, бегал он по округе в поисках сокладок с наркотой. Очень даже может быть, что и бил, точнее убивал он под воздействием наркотиков. Портал Е1 приводит слова подруги, чудом выжившей молодой женщины, которую условно он называет Еленой. Мы с ней целый день разговаривали, где-то в районе восьми в WhatsApp болтали по видеосвязи, и с этим товарищем тоже. Агрессии не было, но он за что-то переживал. В тот день ему выписали протокол за распитие спиртного. Он, Леня, его принес, швырнул со словами «На, это тебе на 8 марта». Конец цитаты. Показательно, что получив такой подарочек, она тут же, тем же распитием спиртного, как раз и занялась с ним совместно. Не самое мудрое решение. Уже около 11 вечера он позвонил матери, любимой, и почти спокойно заявил, что убил ее как бы Лену. Потом на звонок подруги также уверенно ответил, что, мол, хорошая у тебя была подруга, но я ее убил. После этого душегуб, опрокинув раскаленную электроплитку на линолеумный пол, пошел домой к маме отмываться, отсыпаться. Там его и взяли тепленьким, не дали чем через пару часов. И как бы Лену, которую спасатели, ее вытащившие, завернули в плед, мама, подруга и ее молодой человек просто не могли узнать, когда прибыли к горевшему дому. Не лицо, говорят, а надувной воздушный шарик. Злодей на допросе вину свою признал. И даже заявил, что причиной всему было оскорбление его в лучших чувствах. Его-то, с его-то безупречной репутацией насчет наркотиков, она упрекнула, что он якобы употребляет наркотики. Такое необоснованное подозрение его оскорбило. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления. Допрошенный свидетелей назначен комплекс необходимых экспертиз. Проведена проверка показаний на месте с участием задержанного. Сейчас ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. То есть 105-я часть 1-я через 30-ю часть 3-ю. Планку строгости наказания тремя четвертями от максимума. Таким образом, светит ему от 6 лет до 11 лет и 3 месяцев лишения свободы.